Уникальную цифровую платформу для эффективного управления регионом на основе больших данных представили на Восточном экономическом форуме. Система для проведения статистических и аналитических исследований – совместный проект МТС и ДВФУ в рамках Центра цифрового развития. Новая разработка помогает властям планировать стратегию развития города и региона, имея реальную информацию о пропускной способности дорог, нагрузке на общественный транспорт, на разных участках и маршрутах, состоянии и обеспеченности инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств и даже данные об окружающей среде. Мы анализируем поведение 24 часа в сутки, формируем различные сегменты. Это как раз основа для того, чтобы планировать дальше, как будет развиваться город-регион, социальные объекты, образовательные учреждения, транспортные развязки. Это вот те задачи, которые мы любим. Такие технологии уже помогают городам и регионам нашей страны планировать стратегию развития, предоставляя актуальные данные о фактической численности населения, его социально-демографическом составе и миграциях. Например, анализ турпотоков дает оценку фактического количества туристов, длительности поездок, используемого транспорта и популярных локаций. На большом экране карта и наглядный портрет гостей Владивостока. С помощью удобного интерфейса можно легко настроить необходимые фильтры, например, пол, возраст, доход, трудоустройство, наличие автомобиля, ведение здорового образа жизни. На карте видно, что наибольшей популярностью у гостей города пользуются торговый центр «Калинамол», центральная площадь Владивостока, набережная Цесаревича и районы рынка на Спортивной. По факту, у нас очень часто статистика говорит о том, что туристов приезжает гораздо больше. В регионе они проводят критически мало времени, просто потому что у них недостаточно инфраструктуры. Если они с детьми, ну все, отдых не удался, если быстро не уедем. А если мы заранее будем понимать и прогнозировать объем туристического потока, мы с вами сможем предложить соответствующее количество развлекательных, например, мероприятий. Создание таких цифровых моделей городов – один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики, благодаря которому реализовать любые проекты и инициативы можно максимально эффективно. Проект МТС уже успешно зарекомендовал себя в 36 регионах России, в том числе и во Владивостоке. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.